Добрый день! В студии Кирилл Гусев и в ближайшие несколько минут поговорим о главных событиях Алтайского края. Предусмотреть в национальном проекте образования дополнительное финансирование на обновление парка школьных автобусов предложил губернатор Виктор Томенко. Подробности в выпуске. И снова пробка как родная. На улицах Барнаула вновь транспортный коллапс из-за снегопадов. Сколько техники работают на расчистке улиц. Дед Мороз прилетел на Алтай поздравить жителей региона с наступающим Новым годом. Где с ним можно встретиться узнаете через несколько минут. Направление сотрудничества регионов Сибири и Большого Алтая обсуждают сегодня в Новосибирске на заседании Совета при полпреде президента в Сибирском федеральном округе. В нем принимает участие и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На связи с нами из Новосибирска мой коллега Глеб Полянский. Глеб, добрый день, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Один из ключевых вопросов сегодняшнего заседания – развитие международных и внешнеэкономических связей регионов Сибири. Полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло рассказал, что географическое положение сибирских регионов обусловливает то, что они имеют внешнеторговые связи более чем со 150 иностранными государствами. Объем внешнеторгового оборота по итогам года составляет около 50 миллиардов долларов США. При этом экспорт превалирует над импортом. От Алтайского края в работе заседания принимают участие губернатор Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко. Глава региона выступил с докладом об истории создания и результатах работы Международного координационного совета «Наш общий дом Алтай». Напомню, он создан в 2003 году. В него входят Баян-Ульгийский, Иховский, Аймаки, Монголии, Восточно-Казахстанская область, Синьцзянь-Уйгурский, автономный район Китая, Республика Алтай и, конечно, Алтайский край. Коллеги, круг вопросов, которые сегодня рассматривают на заседании, действительно очень широк, поэтому выйдем с вами на связь в ближайшее время и расскажем уже первые подробности. Спасибо, Глеб. Ждем от вас подробностей в вечерних выпусках. Ну а я пока продолжу эфир. Губернатор Виктор Томенко предложил предусмотреть в национальном проекте образования дополнительное финансирование на обновление парка школьных автобусов. В числе других этот вопрос обсудили в ходе совещания в селе Санниково Первомайского района. Его провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. В Алтайском крае действует около 700 школьных маршрутов. Ежедневно более 500 автобусов возят в школу 13 тысяч учащихся. Парк техники требует постоянного обслуживания и обновления. Обновление проводим, однако скорость этой работы ограничена нашими ресурсами. Если это мероприятие тоже включить в национальный проект образования, например, в рамках федерального проекта «Современная школа», то это позволило бы нам также точно решать тот вопрос, которым мы сегодня с вами здесь занимаемся. Это повышение уровня жизни на селе. Дмитрий Медведев отметил, что пока в селе есть школа, населенный пункт имеет перспективы развития. Российский премьер подчеркнул, что теме сельских школ и комфорту учащихся необходимо уделять особое внимание. Третий день на дорогах Барнаула транспортный коллапс из-за снегопадов. Сегодня утром образовались пробки в 8 баллов. На многих участках автомобили ехали со скоростью 7 км в час. Традиционно были парализованы основные транспортные артерии города – Павловский тракт, улица Советской армии, Ленинский и Красноармейские проспекты. Пользователи 2ГИС обменивались шутливыми сообщениями. Цитата. И снова здравствуйте, пробка как родная уже. До лета постоим, а там полегче будет. Или вот такое сообщение. Когда в 8.30 ты застрял на Павлике, а тебе нужно быть к 9 в Новоалтайске. Отметим, этой ночью с улиц Барнаула вывезли 4,5 тысячи кубометров снега. А сколько техники работает на уборке улиц в эти минуты, расскажем прямо сейчас. Прямо сейчас на дорогах Барнаула работает 86 единиц снегоуборочной техники. Разбрасыватели песка, автогрейдеры, тракторы и бульдозеры. Снег вывозят с проспектов Ленина, строителей площади Октября и Спартака. Также расчищают улицы Молодежная, Юрина, Солнечная поляна, Советской армии, Попова, Антона Петрова и многих других. Подходы к пешеходным переходам, остановке общественного транспорта вручную очищают 98 дворников и 39 грузчиков. Торговлю воздухом в скором будущем могут начать в Алтайском крае. Покупатели предприятия, которые из-за загрязнения окружающей среды, вынуждены искать способы переработки углекислого газа. В том числе и с помощью специально высаженных деревьев. Первый в России такой проект по продаже воздуха запустили именно в Алтайском крае. Как будет идти такая необычная торговля, выяснял Вадим Слюсарев. Земля на пороге глобального потепления. Экологи на международных заседаниях бьют тревогу. Утверждают, выброс углерода в атмосферу чрезмерно высок. Основные причины возможной катастрофы – развитие объемов промышленности, выхлопные газы автомобилей и авиации. Помочь изменить ситуацию может Парижское соглашение между 186 странами. Одна из них – Россия. Его подписали в сентябре. Согласно документу, государство обяжет уменьшить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. За счет новых, более экологичных видов топлива. Также для предприятий появятся нормы переработки выбросов углерода. Деревья – естественные переработчики парниковых газов. Первый в России лесной проект по очистке воздуха запустили у нас в регионе, в Залесовском районе. Сюда ознакомиться с технологией и отправилась наша съемочная группа. Недалеко от райцентра, Залесова, на территории 10 тысяч гектаров, где раньше была пашня, сейчас находится роща. За год растения перерабатывают около 350 тонн СО2. Если Парижское соглашение начнет действовать, здесь появится биржа переработанного углерода. Поскольку атмосфера на всей земле одна и загрязнение для всех едины, это даст хозяевам участках возможность продавать предприятиям квоты на чистый воздух. Есть территории на территории лесного фонда, где леса не охраняются, где на данный момент государство не в состоянии оплачивать дальние перелеты для того, чтобы туда летела авиалесоохрана. Вот такие участки тоже можно брать в аренду, их охранять и, соответственно, рассчитывать тот прирост. Вот с этого года мы взяли этот участок и сколько тут прирастает. И, соответственно, вот этот поглощенный углерод и будет вот этим товаром, которым мы будем компенсировать промышленные выбросы от предприятий авиации и транспорта. На пилотном проекте в Залесовском районе за год перерабатывается более полутора миллионов СО2. Это подтверждают ученые. На международном уровне они заверяют хозяину участка, сколько парникового газа у него перерабатывается. Это и становится своеобразным товаром. Деньги, которые предприятия заплатят за переработку, пойдут на сохранение леса. Иными словами, предприниматели будут финансировать защиту этих участков от пожаров и вырубки, а также арендную плату лесного участка. Перспективы, если вот после заключения Парижского соглашения это все дело начнет работать, то району-то однозначно плюс. Это один из самых крупных арендаторов у нас получается. А второй момент – это экологический, что восстановление кислорода. И сейчас же все направлено на экологию. Все это в тренде. Так что только плюсы. Сейчас древесина ценится на мировых рынках только после вырубки и переработки. Парижское соглашение придаст финансовую значимость деревьям, которые все еще растут. За лесами будут ухаживать, а значит они будут делать воздух чище. Вадим Слюсарев, Дмитрий Козерлыга. Новости. Дому польскому исполняется 10 лет. Это Алтайская краевая культурно-просветительская общественная организация. Она работает по нескольким направлениям. Изучение польского языка, истории и традиций, сохранение памяти о поляках, проживавших на Алтайском крае. Составление родословной работы с молодежью польского происхождения и миротворческая деятельность. Ежегодно польская диаспора проводит множество мероприятий, как в Алтайском крае, так и на исторической родине. Празднование десятилетия дома польского пройдет сегодня в российско-немецком доме в 17 часов. А в 17.15 смотрите программу «Польские встречи», где наш корреспондент Тата Геворгян расскажет, что узнал о болтайских поляках. Ну а пока продолжим выпуск. Всего полтора месяца остается до празднования одного из самых любимых многими праздника Нового года. Кто-то уже покупает подарки и наряды, кто-то пишет письма главному Деду Морозу. Жителям Барнаула уже сегодня представилась возможность рассказать ему о своих желаниях лично. Из Великого Устюга приехал всероссийский Дед Мороз. Его путешествие уже четвертый год подряд организует телеканал НТВ. Делают все, чтобы до боя курантов во всех уголках страны зажглись новогодние елки и исполнились самые заветные желания. Барнаул стал четвертым из 28 городов, в которых побывает Дед Мороз. По случаю своего приезда в издательском доме «Регион» Дедушка Мороз и ведущий телеканала НТВ Михаил Генделев провели пресс-конференцию. На ней Дед Мороз рассказал, каким он был ребенком и как он отпразднует свой день рождения. А также, какие желания он исполняет и чем все же займется в городе Барнауле. Добрая миссия. Мы исполняем желания. Исполняем желания и идем к тем, кто в нашей помощи, в нашем внимании нуждается прежде всего. Так задолго я отправляюсь в путешествие, поскольку одного дня, одного месяца, наверное, даже мало, чтобы исполнить те желания, которые приходят ко мне в письмах. В Барнауле волшебник пробудет два дня. За это время посетит несколько социальных учреждений, заглянет в гости к многодетным и малообеспеченным семьям. Для них он подготовил желанные подарки. Кроме того, завтра в 16 часов он устроит праздник для всех желающих в торговом центре «Арена». Новые подробности о путешествии Деда Мороза по краевой столице мы расскажем в вечерних выпусках новостей. А также не пропустите интервью дня с главным новогодним волшебником. Сегодня в 17.15. И в конце выпуска о погоде. До минус 34 похолодает в крае на этой неделе. Давайте узнаем, когда в край придут настоящие сибирские морозы. 15 ноября в крае будет еще холоднее. Температура минус 18, минус 23 градуса. Снег в отдельных районах на дорогах Гололедица. Готовиться к заморозкам жителям края нужно в субботу 16 ноября. Ночью похолодает до минуса 29-34 градусов. Преимущественно без осадков на дорогах Гололедицы. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катунь24. Всего вам доброго.